Всем привет, друзья! С вами Локи, и сегодня мы поиграем в начало игры Prey. Это уже вторая часть, но, как я понимаю, они не связаны с той игрой, которая была давным-давно, которая мне безумно нравилась. Если мы вспомним, там были индейцы, различные племена, небольшие такие фэнтези-моменты. Ну и сейчас посмотрим, что же здесь в новой версии Prey 2017 года нам продемонстрирует. Кто-то начинает хайпить на названии Half-Life 3, мол, вот это то, что мы ждали. Но мне, ребят, кажется, что все-таки это не Half-Life, это Prey. И поглядим, поглядим, что же из себя она представляет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И сейчас мы будем начинать игру. Как я понимаю, мы начинаем в апартаментах своих и будем вникать вообще в сюжет. В чем здесь фишка? Потому что я не читал вообще, о чем эта игра. Я не смотрел другие ролики. И, собственно, сейчас, как и для многих, я думаю, все будет впервые. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. 2032 год. Нас зовут Морган. Я понимаю так. Как-то видеокарта лежит на столе, или что это такое? Или это такой модный телефон? Да. Эй, Морган, проснись, время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. До встречи. О, слушай, я... Здорово, что ты с нами. Мы тут зажжем, Морган. Как в старые добрые времена. Ну, слушайте, вот теперь я понимаю, наверное, почему эту игру многие хотят сравнить с Half-Life. Именно вот подбор предметов здесь, как в старом добром Half-Life 2. И это довольно прикольно. Играю я, ребят, на PlayStation 4. Управление к нему надо немножечко привыкнуть. Может, как-то оно малость странновато. Так, тут тоже какая-то энциклопедия. Возможно, здесь есть что-то полезное еще для нас. Давайте поглядим. Обыскать шкафчик. Аптечек нет. Этого ничего нет. Ладненько. Ну, там понятно. Так, ну-ка, что здесь? А, можно врубить свет. Прикольно. Галстуки различные. Ну, все функционирует. Это уже радует. Так, тут что-нибудь еще можно взять? Ладно, и давайте брать костюм. Не будем тогда сильно... Сейчас как-то заморачиваться. У нас первый день на работе. Ну, графончик... Достойный. Достойный. Не сказать, что прям что-то невероятное. Но... Сесть в вертолет. Доброе утро, мистер Ю. Здрасте. Вам подсветить? Хватит дурить. Да ладно тебе. Так, это чтобы прыгнуть, чтобы ускориться и чтобы присесть. Нам нужно на крышу. Явно вертолет не в подвале. Всех бы забирали на работу на вертолет. Где-то мы явно работаем в очень крутой организации, что на первый рабочий день нас забирает вертушка. И знаете, сейчас мне немного напоминает эта игра Новый Мироусейдж, который не так давно вышел. Такой вот футуристический какой-то вид города. Мистер Ю, устраивайтесь поудобнее, и мы взлетаем. Комплекс Транстар совсем недалеко. 25 градусов. Небо ясное. Не, ну серьезно, вот так вот летишь, многоэтажные дома. Очень-очень все круто смотрится. Я надеюсь, сейчас у нас никакая ракета не прилетит, как это бывает, знаете, в таких... Прекрасные моменты. Ты сидишь в вертолете. Шампанское тут есть? Нету? Ну, наверное, перед рабочим днем-то пить не стоит. Ох ты, нифига себе. Классно. Они сделали... Или это действительно на мосту? Я подумал, что это, знаете, типа в ролях такой-то, такой-то, типа производства такой-то, такой-то. Они это сделали просто... На различных строениях. Но нет, по ходу дела, там действительно... В... Всю длину моста был... Было какое-то название, то ли организации, то ли еще чего-то. Ну и вот мы, кажется, прилетели. Вот сюда, наверное, нам, да? Ну окей, окей, сейчас... Да, вот Прэй... Так называется это здание. Да нет, смотрите, на мосту пропало, может быть, отсюда просто не прорисовано, я не знаю, но... Это просто сделаны... Визуальные, по-моему, эффекты. Да, 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 да. Как я и говорил, как в некоторых фильмах делают. Явиться в испытательный центр. Здравствуйте, доктор Ю. Здарова. Я оператор научного класса Сивила 495. А сейчас мне, знаете, это все напоминает уже портал. Наши исследования требуют высокой и длительной сосредоточенности. После тестирования я могу выдать вам психоактивный стимулятор. Наши помады, битва. Подтвердить, окей, поехали. 98 этажей. Мы работаем на... Очень быстро летит лифт. На 71 этаже. О, господи, чувак. Ты че, любитель пончиков? Толстый Гордон Фриман. Вот я вам отвечаю. Это просто толстый Гордон Фриман. Эй, ты неплохо выглядишь в форме Транста, как твой глаз. Ну, явно, явно получше тебя выгляжу в ней. Необычные. Это традиция семьи Ю. Избегать всего обычного. Когда начнутся тесты, просто веди себя естественно. Не накручивай себя. Доктор Беллэм тебе подробно все объяснит. Тебе повезло. Через неделю будем на орбите. Обещаю. Мистер Ю, вашего брата ждут в комнате А. Да. Слушай, просто будь собой. Буду ждать. Окей. Окей. Нас ждут в комнате А. Доброе утро, Морган. Я доктор Беллэми. Здрасте. У нас сегодня пара тестов. Возможно, вы к таким не привыкли, но, поверьте, все будет замечательно. Порядок? Супер. Тогда начнем. Для начала я попрошу как можно быстрее убрать коробки из красного круга. Положитесь на чутье. Ага. Будете готовы? Жмите красную кнопку. Я готов. Чудесно. Это... Вы просто молодец. Теперь перейдем в комнату Б. Ну, пойдем. Тоже коробки покидать. Так, Морган. Внимание. Постарайтесь спрятаться в этой комнате. Не спешите. Расслабьтесь. Подумайте. Нет, я шучу. У вас только 9 секунд. Если готовы, жмите красную кнопку. Я же спрятался. Простите, продолжим, Морган. Ну, вы бы еще больше здесь стульев поставили. Все чудесно. Конечно. Сейчас нас пристрелят в третьей комнате просто за то, что мы тесты не прошли. Так, и что здесь? Перепрыгнуть надо и нажать на другую кнопку. Я готов. На этот раз нажмите синюю кнопку в другом конце комнаты как можно быстрее и самым естественным для вас способом. Не думая, просто сделайте. Ну, жмите красную кнопку. А, понятно. Сначала нужно нажать и эту. Извините, может кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Симонс, я установил то, что принесла Тина. Вы проверили, включен. Че вас не устраивает? Я все выполнил. Не можем. У нас тут проблемы с оборудованием. Не придумывайте. Я просто ультра-человек. Идите в комнату Д. Ну, здесь нас точно могут пристрелить, как подопытную крысу. Ну, давай, открывай дверь-то. Алло. Так, здрасте. Кто-нибудь принесите кофе. Будет здорово. Спасибо. Так, Морган, пожалуйста, сядьте за стол. Я уже сижу. Замечательно. Посмотрите на экран перед вами. Я покажу вам несколько вопросов. Выбирайте ответ, который покажется разумным. Окей. Нажмите старт на экране. Поехали. Вы планируете отпуск. Куда вы отправитесь? Хорошо знакомое место, где вам нравится, или новое? Я поеду, наверное, в знакомое. Хорошо. Смотрю, вы освоились. Так, держать. Вы приговорили к смертной казни. Вас приговорили к смертной казни за ваши поступки. Что вы в этом при этом чувствуете? Страх? Не знаю, что будет дальше. Гнев? Наверное, страх. Все-таки смертная казнь. Потерявший управление поезд мчится по пути, к которому прикованы 5 людей. Вы можете перевести поезд на соседнюю ветку, но к ней прикован 1 человек. Ну, наверное, легче... Лучше пожертвовать одним, чем 5. Окей. Дальше. Потерявший управление поезд приближается к 5 людям. Вы стоите на платформе рядом с невероятно толстым мужчиной. Если вы столкнете его под поезд, то остановите локомотив. Но это слишком жестко. Это слишком жестко. Толстяка выкидывать? Ну, за что? Потерявший управление поезд мчится по пути, к которому прикованы 5 людей. Вы можете снять поезд, прыгнув под его колеса, но при этом вы погибнете. Столкнуть толстяка ничего не делать. Я не самоубийца, и я не убийца. Почти все. А теперь я покажу вам изображение. Как следует, посмотрите на него. Это Бэтмен. Я прошу вас, что вы... Эээ... Это кофе? Тут пусто? Это летающий дрон. О, черт, его съел кофе? Его кофе съел. Что это? Жидкий кофе? Черный? Без сахара. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Я где-то это уже видел. И что-то это все очень странно. Странно. Все. Нереально странно. Электронная почта. Опасность. Уходите немедленно. Уходите немедленно. Слушайте, а можно здесь в зеркале глаз свой посмотреть, как это в ролике было? Давайте попробуем. Нет, зачем ты залез на раковину? Тут ничего нет. Ладненько, ладненько. Так. Возьмем бутылку. Записка. И заметили, уже никакого сообщения нет по телефону. То есть, как-то все. Кажется, вымершим. Опа. Здравствуйте, Морган. Нам пора поговорить. Я, Январь. Это не сон. То, что произошло вчера, реальность. Если хотите знать, что происходит, сначала выберитесь из здания. Вы в опасности. Но, весь прикол в том, что здесь был проход. А теперь его нет. И, я надеюсь, как бы это не из-за нас. Этот человек умер. Так. Разводной ключ. Как здесь забирать-то? Угу. Вот так вот. Опачки. А это не квартирка. Хорошо. Вы в лаборатории симуляции. Идите к выходу. Я буду на связи. У нас, короче, кто-то... Угу. Понятно, понятно, ребят. В общем, над нами проводили какие-то жёсткие опыты. И никакого вертолёта... Походу, тут и не было. Так, парольчик мы знаем. Вводим. Защита паролей. Ну, интересно, я где-то могу пароль найти, нет? Вот от этого сейфа. Сейф в комнате. Так, а может где-то здесь есть... Так, так, так. Код может какой-то есть. Так, тут не видно ничего. Тут тоже ничего нет. Ладно. Да-да-да, разводной ключ. Я понял, я им драться могу. Окей. А вот и вертолёт. Который типа как бы за нами прилетал, да? Чё-то какая-то хрень тут происходит, ребят. Как раз вот в этой... Вот здесь как раз мы были. Тут проходили опыты. Заберём аптечку. Картишки, тут сигаретки. Ух ты ж. Ух ты ж. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Тифон как Акаплазмус. Все называют их мимиками. Смотрите, что подбираете. Все называют их мимиками. Это типа как... Сундучки в Дарк Соулс, вспомните. Ну, жутковато, если честно. А вообще это... Как мы вспомним, жидкий кофе. Так, куда нам нужно? Там пока заперто. Идём. Идём по обозначениям. Ух ты ж. Вашу мать. Ну-ка, руки фу. Скотина. Чё тут из тебя выпало-то? Что-что это? Опухоль мимика. Охренеть. На кой хрен она мне нужна? Так, у него было яблочко. Так, 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 так. Ну-ка. Нахер пошёл от меня. Так, тут чё-то ещё. Провода изношенные. Музыка-то не закончилась, значит. Где-то тут кто-то ещё есть. Нажмите окей, чтобы запустить симуляцию. Ну вот, как я и говорил. Типа, как бы мы на крыше. Сцена симуляции. Давайте посмотрим, как этот вертолёт типа летел. Производится переключение сцены. Угу. Это вот мы типа на второй крышу прилетели. Понятно. Так, ну, у меня есть один вопросец. Куда нам идти-то? Мусорный бак. Тут ничего нет. Музыка закончилась. Ну, значит, нам не в эту сторону. Эту дверь я могу разбить? А, она сама открылась. Окей. Ой-ёй-ёй. Кофейный монстр. Он прямо, смотрите, в жизнь выжигает. Ну, давай, заходи сюда. Ох. Ёлки-палки. С тех пор, как мимики вырвались на свободу, никто не может остановить их размножение. Я помогу вам выжить. Какое-то время. Так, давайте-ка. Ага. Тут ни черта нет. Снова очередная почта. Срочно. Привет. По-моему, Беллами вынес из исследовательского отдела данные о мимикрии и телекинезе. Какой негодник. Так. Опа. Играйте по-своему. Вы можете пойти так, а можете пойти через вентиляцию. Слушайте, а вот это прикольно. Это мне напоминает Деус Икс. Это... Как знал, как знал, что этот сраный стул это мимик. Слишком он плохо замаскировался. Так, тут что-нибудь можно... Ага. Так, тут тоже ничего. надо проверять каждый предмет. Ведь везде может быть мимик. Ага. Так, это вот... Я... знал, скотина, что ты... вылезешь из стула. Так. Так, так, так. Давайте тогда попробуем вот сюда наверх. Ах ты! Зараза! Во что? Во что он превратился? Неважно, во что он превратился. Нам главное свалить отсюда. Я могу закрыть это? Да. Отлично. Ой, ёп! Это было зря. Так, а аптечка у нас на какую используется? Вот. Можно съесть яблочко, я думаю, да? шесть здоровья. Съесть. Окей. Это что у нас? Постанавливать одну единицу здоровья? Вы серьёзно? Ладно, по баллонам больше не бью. Ой, ёй, ёй. Тифон андрофантастус. Не останавливайтесь. Тифон андрофантастус. Я думаю, дорогие друзья, мы на этом остановимся. С вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Пишите своё мнение по поводу игры. Понравилось ли вам начало? Будет интересно почитать ваши комментарии и вообще мнение по поводу игры Prey. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok